Вот он! Ха-ха-ха! Я съем говорящих друзей! Хаги схватил меня и хотел съесть! Хаги схватил тебя и хотел съесть? Все говорящие друзья кусаются, если вы не ставите им лайк! Я такая злая сейчас и могу покусать всех, кто не поставит нам лайк! Прямо сейчас, за 3 секунды поставь лайк и подпишись на мой канал, чтобы говорящие друзья обнимались! 3, 2, 1, 0! Поставили? Молодцы! Спасибо, ребята, что поставили лайк! Не буду кусаться сегодня! Во что будем играть? Классную одну игру! Всем привет, кисы и коты! Сегодня мы отправляемся в мир говорящих друзей! Что же будет на этот раз, мы с вами совсем скоро узнаем! Ну пойдемте узнавать скорее! Как вы помните, в прошлый раз к нам приходил Хаги, который хотел с нами поиграть! Да, мы посмотрим же за игры! Посмотрим, посмотрим! Что с вами со всеми происходит? Вы все заболели? Что здесь творилось, пока меня не было? Эй-эй-эй! Да, все, быстренько, быстренько присаживайтесь! А где все остальные? Я переживаю! Вы все заболели? Какой кошмар! Какой ужас! Так, рассказывайте мне прямо сейчас, что происходит! Ксюша, опять этот Хаги! Он здесь! Он хочет нас съесть! Он выскакивает неожиданно и хватает нас! Хватает вас? Да, и хочет нас съесть! И поэтому вы все заболели? Да, нам страшно! Нет-нет-нет, не пугайтесь! Сейчас его здесь нет! По крайней мере, я его не вижу! Не надо бояться! Пойдемте, я вас полечу! Он где-то здесь, Ксюша! Да нет, нету его! А где он может быть? А-а-а! Вот он! Да-а-а-а! Я съем говорящих друзей! Ребята, кажется, Хаги уже начал свою страшную игру с нашими милыми зверушками! Если увидите его в течение игры, напишите об этом в комментариях, обязательно! Кажется, нужно его изловить все вместе! Спасибо, что писали про игры, в которые можно сыграть с Хаги! Мы обязательно в них поиграем! Ну, а сейчас мне нужно вылечить всех говорящих друзей! Да, кошмарное состояние! Конечно, видимо, он вас очень сильно напугал! Давайте все лечиться! У меня не было такого ни разу, чтобы все заболели! Быстро и резко! Все вообще! Это кошмарно! Так, все, тебя вылечили! Пойдем быстрее! Бека, идем! Том, все идите! Так, у нас осталось 4 пылесоса! Раньше я, знаете, как бы думала, зачем нам столько пылесосов? А оказывается, они очень даже нужны! Так, Бен, быстрей! У них, причем, у всех одна и та же болезнь! Так, с Беном разобрались! Бека! Давай тебя подлечим! Кошмар, все болеют! Вот это Хаги их довел! Я говорю, нельзя нервничать! Все болезни от нервов! Ну так, вы стали поздоровее! Все в порядке! Я так рада! Я так рада, я так рада, я так рада! Итак, что у нас там по магазину? Вы не голодные, я смотрю! Можем поехать пошопиться! Может быть, Хаги встретим и, наконец-таки, скажем ему все, что о нем думаем! У нас всего лишь две поездки, правда! Но я готова их потратить, потому что там есть новые прикольные хэллоуинские карточки, которые нам очень-очень-очень нужны! Давайте раскрутим получше! Картошка фри, бананы! Да зачем нам это нужно? 30 рублей! Вот какие-то карточки бежевого-желтого оттенка! Но я хотела какие-нибудь классные! Ну ладно, пойдемте раскладывать их! Что же там будет у нас? Так, так, так! Все, дубликаты, но они по 100! По 100 это всегда хорошо! По 100 это всегда прекрасно! Так, что-нибудь новенькое? Все, дубликаты! Ну ладно, ничего, мы не будем с вами расстраиваться! Вообще не будем расстраиваться! Том! Что? Да не придет он! Даже если придет, мы с ним сыграем и все будет нормально! У нас куча вариантов игр! Страшно! Сильно, да? Он тебя испугал! Очень! Ну ладно, не бойся! Может, хочешь почитать историю на чердаке? Давай пойдем! Ну, не знаю! Классно будет, правда! Или, может, смузи какой-нибудь хочешь? Давай! Давай я тебе сделаю классный смузи! Что ты совсем разгрустился? Давай бананы, картошка фри! Странное сочетание, но я надеюсь, будет нормально! Выпьем? Выпьем! Должно быть вкусно! Да? Ты вполне себе прилично выглядишь! У тебя даже лицо не перекосило! Это прекрасно! О, боже! Вы все проголодались! У вас сегодня какой-то коллективный разум! Вы все хотите одного и того же! Но меня это радует! Давайте я вас покормлю как следует! О, вся семья за одним столом! Так, заходим! Три банана! Анжела наелась! Ты наелся! Том! Все! Следующие! Давайте с Бекки! Бека! Нет! Давай еще! Бека! Ты сегодня прожорлива! И Бен! Все? Отлично! Вы довольны? Все захотели сразу же спать! Конечно же! Я говорю, они сегодня делают вообще абсолютно одинаковые вещи! Это очень странно, конечно! Ну, давайте мы с вами поспим! Поспим, поспим, поспим! Ну вот! Нет никакого Хаги! Все в порядке! А вы переживали! А-а-а! Помогите! Это кто кричит? Это Анжела! Где она? Помогите! Анжела, что случилось? Что произошло? Быстрее говори! Хаги схватил меня и хотел съесть! Хаги схватил тебя и хотел съесть? Так, идем-ка к микрофону! Что случилось? Хаги выскочил из-за забора и схватил меня! Я еле вырвалась! И он прям не в шутку, а по-настоящему хотел тебя съесть? Конечно! Он уже открыл свою страшную пасть и хотел меня проглотить! Надо что-то с этим делать! Срочно! Сейчас пойдем на чердак читать историю, может быть все успокоимся! Ты не переживай! Я что-нибудь придумаю! Все, теперь ты под моим присмотром! Ладно? Хорошо, Ксюша! Только вот я устала бояться Хаги! В следующий раз я могу не успеть вырваться и он меня съест! Пойдем скорее на чердак! Да, спрячемся на чердаке пока от него, он туда точно не залезет! Оооо, да! Наконец-то мы здесь! Давайте прочитаем историю и потом будем думать, что делать с Хаги! Итак, эта история называется Масленица! Давным-давно, 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 давным-давно в одной глухой деревушке среди темных вековых лесов произошла эта страшная история. Завелась в тамошних лесах злая ведьма. Она вредила всем и не давала покоя. В деревне она не появлялась, жила в лесу и там вершила свои темные дела. Жители боялись ходить в лес, ведь ведьма нападала на всех, кто заходил туда. Она могла натравить волков на охотников, вешала на деревьях лесорубов, а по ночам бегала вокруг деревни и ехидно жутко смеялась. Блин, я бы такое тоже испугалась, это же жуть! Проделки ее становили все страшнее и страшнее. Однажды ведьма применила какое-то заклятие, которое позволило задержать зиму над деревней на долгое время. О боже, страшно, когда зима не проходит. Год прошел, другой, еще несколько лет, а зима все не уходила. Пурга, мороз, метели. В деревне заканчивались овощи, мука и другая провизия. Я бы уже переехала оттуда. И вот люди решили расправиться с ведьмой. Давно пора идти к ней в лес, побоялись, и решили выманить ведьму в деревню. Собрали по домам последнюю муку, масло, молоко и яйца. Сделали тесто и напекли блинов. И вот как-то в ночь на 13 марта, когда ведьма носилась кругом деревни, люди вынесли блины на улицу и позвали ведьму на трапезу. Ого, может она и раздобреет из-за этого, сейчас посмотрим. Пришла ведьма в деревню, начала из блины. Ела, громко чавкала и смотрела на людей. Те, кто в тот момент заглянул в ее ярко-зеленые глаза, окаменели тут же. Кто-то взял мешок и накинул ведьме на голову. Схватили люди ведьму и потащили на площадь. Обмотали ее тело соломой, чтоб лучше горело. Привязали к столбу и подожгли. Сами встали в круг, чтобы ведьма не сбежала. Сгорела она быстро. Снег от тепла огня начал таять на площади, а после во всей деревне. Наступила весна и все встало на свои места. С тех пор появилась традиция 13 марта делать блины и сжигать чучело ведьмы, чтоб зима уходила. А-а-а, тут-то вот откуда эта вся история. Оказывается, чтобы пришла весна, нужно от чего-нибудь избавиться. Ну че, у нас с вами как бы тут сами знаете, кто ходит очень зубастый, хвостастый. Нет, у него нет хвоста, ну синий в общем такой. Я решила вывести его на разговор. Он из-под тяжка вас всех переезд. Так что, ребята, я поговорю с ним. Это будет честно. Хаги, выходи! Ты надоел! Выходи, говорю, где ты там? Да, Анжела, иди подальше. А тут слишком вкусненькая. Хаги, выходи! Играй! А, вот он ты! Ну наконец-то ты появился! Ну что? Хватит пугать моих монстров. Когда я пришла в игру, они все были больны просто. Играй! Давай играть! Во что будем играть? Классную одну игру. Ребята, спасибо большое, что писали комментарии по поводу того, во что сыграть в Хаги. И больше всего лайков набрал комментарий вот этот, в котором предложено сыграть с Хаги в игру в кальмара. И мы в нее сыграем. Хаги, тут есть одна классная игра, о ней уже знает весь мир. Она называется «Игра в кальмара». А конкретно «Тише едешь, дальше будешь». Хочешь сыграть в нее? Она страшная! Да, она очень страшная. Очень-очень, самая страшная. Отлично! Так, будем играть? Ты готов? Играть, играть! О, все, я обожаю такие игры. Пойдем. Это нужно играть на лужайке. Пойдем со мной просто, и все. Что, тебе понравилась наша Анжела? Да, вот с ней сыграешь. Пойдем. Анжела, нам нужно сейчас сыграть в игру в кальмара. Да что ж ты спать-то захотела, так не вовремя. Анжела, мне придется тебя разбудить. Ты для него самая вкусненькая, так что идем. Там уже должна стоять кукла из игры в кальмара. Ты не переживай, тебе ничего не нужно будет делать. Я все сделаю сама. Хорошо? Хорошо. Ну все, погнали. Кукла из игры в кальмара. Заводи свою шарманку, Хаги. Во время того, пока она будет петь, нужно будет идти. Как только она перестает петь, ты должен остановиться и не шевелиться. Если ты пошевелишься, ты пожалеешь об этом. Ты понял правила игры? Понял. Играем. Хорошо. На счет три начинаем. Раз, два, три. Пошли. Стоп. Мы остановились вовремя. Мы остановились. Главное вовремя остановиться в этой игре. Идем дальше. Бам. Я перекинула ее. Хаги, смотри. Это кажется Кисси Мисси. Где Кисси Мисси? Кукла встрельнула в него. О, кажется, мы пристрелили Хаги. Это так? Я надеюсь, что это так. Анжела, ты видишь, мы его пристрелили. Мы его обхитрили. Как хорошо, что я могу вот так вот делать всяко-разно тобой. Ой, извини, что я тебя так трясу. Извини, извини. Иди домой. Тут дождь. Кажется, мы пристрелили Хаги. Что такое грустное? Мы его победили. Ура, ура, ура. Мы победили Хаги, его больше нет. Мы его пристрелили. Кукла в кальмар, они так бесполезны, как мне казалось. Ура, ура. Ура. Да, да, да. Хаги? Не надейтесь, меня невозможно убить. Вот черт. Я хочу играть еще. Его невозможно убить? Ребята, предлагайте в комментариях новые игры. Какие-нибудь более действенные. В общем, жду ваших вариантов в комментариях, во что еще мы сможем сыграть с Хаги. Пишите обязательно, он прям вот стоит со своим ртом. Кошмар. Я надеюсь, вам понравилось это видео. Если это так, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Я вас очень люблю. Целую. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok